Ну говори ты, Сань. Давай, давай, начинай. Так а чё говори ты? Задержка зарплаты. Недоволен мы этим. Давайте начнём с того, в какой организации вы работаете. В Дермострой. В Дермострой. Это бывший ДРСУ-2. Кинешь мы, да? ДРСУ-2. У вас задержка зарплаты. Постоянно задерживают, да, зарплаты. С какого месяца лежат? Ну вот, считайте, с того месяца. Вот уже с того месяца, да, как идёт. Уже задерживаются как минимум 8 дней. Задержка идёт. То есть пошёл второй месяц? Да, уже второй месяц пошёл. Обещали с 13-го числа перечисления, хотя их нет до сих пор. То есть это майская зарплата, да? Да, майская зарплата. Раньше задержки были? Раньше были задержки. Ну на неделю, на полторы это считается как норма уже. У них. Для нас, конечно, это не норма, а для них это норма уже задержки. Понятно. А давно работаете вообще в этой организации? Ну вот у них 6 лет, как у нас уже. Все 6 лет с ним еще до РСУ как перешли, они нас выкупили и так и поработали. Понятно. Понятно. Сколько человек в организации у вас работает? Ну мы не считали. Порядка 60 в нашей. Так-то не считали. А что руководство объясняет по поводу задержки царапной платы? Обещают потерпеть до конца недели. В конце недели. Ну а я так понимаю, уже не первую неделю вам обещают потерпеть до конца недели, да? Ну неделю, да. Второй месяц перевели на карточки, теперь вроде ждите карточки, куда переведут на карточки. Второй месяц у нас карточки только ввели, раньше выдавали наличными, а теперь карточки. В то время, пока у вас длится задержка, какие дороги успели сделать? Мы так-то по городу делали. У нас их в Заводске были. Везде наша организация. Где дорога сделана у нас сейчас? Везде наша организация делала. Только другие бригады, а так... У лесдоводы делали. У поликлиники делали. На Наволодской. На Урске делали. Миноградово улицу тут начало, переезды, переезды тоже. Заводске делали. Заводске у двух кругов делали. В трех местах. Ну, все так. В основном ямочный ремонт. Все по госконтрактам, да? Все работы. Приписание было. Сейчас мы где находимся, правильно сказать? Шанина. Вот это Шанина, наверное, деревня. Вот это первая Шанина. Шанинский лес только прошли, Шанинский лес. Вот это Шанина. Ну, уже как бы жиле в Шанинский район. Так что вот. И как чуть-чуть не так сразу. Вроде не нравится, уходите. Куда уже? Всех семьи надо кормить. Сейчас это как-то в стране. Куда, как чуть-чуть сразу. Не нравится, уходите там или еще что-то такое. А кто-то уже уходил? Есть? У нас был базу шашлык. Вся бригада сортировщиков уже ушла. Вся одна, наверное. Это как раз за этой ситуацией, да, с деньгами. Ну и по отношению, и по отношению, и по деньгам тоже уходит. Получается, у вас больше работало, чем сейчас? Конечно. Сейчас у вас 60 человек, а тогда? Ну, около 100 человек вроде как работал раньше. Ага. Теперь все меньше. Он не сокращает. Теперь платить не хватит. А затем лишнее жаль. Лишние деньги платите, и для работы ничего. Что хотите предпринимать сами? Да мы ничего не хотим предпринимать. Мы хотели, чтобы мы присутствовали на собрании. Ага. С нашим руководством присутствовали на собрании. Что все было по закону. Что все было по закону. В рамках закона. Ничего мы лишнего не хотим. Деньги, в первую очередь. Даже есть уже не на что. Вот чего мы хотим? Уверх, сами настроены все. А собрание когда сегодня будет проводиться? Вот сказали, что четырем часам нам вернутся на базу, не знаю, может переиграют Утром начальник наш сказал, что вроде позвонил за сутки, завтра до утра А сейчас вот у нас все равно позвонил, сказал, что в четыре часа всем на базу приехали Кто там приедет с руководством, мы сами не знаем, у нас же тоже так Вы прикидывали, сколько каждому из вас примерно задолжали? Да у нас ни к веточкам, ни что нет, мы свои деньги не знаем Каждый месяц по-разному, сколько дадут, столько дадут У нас нет? Самые большие, самые меньшие, сколько давали? Ну зимой мне давали по 12 тысяч два месяца платили В декабре, в январе 12 тысяч лично мне было Начал говорить, стали по 14, 16 стали побольше платить А самый большой, наверное, за два месяца, ну максимум где-то, наверное, ну 20-22, дай бог, платили кому-то Больше не выходило ни у кого-то С учетом суббот Субботы все рабочие теперь у нас Работаем с 7 утра И до сколько получится? Выходной Один выходной у нас на неделю получается Суббота рабочая За счет этого еще должна какая-то прибавка к зарплате А у нас и этого не добавляем За субботу работаем тоже, как же субботу Вы скинешь мы все? Да, скинешь То есть там каких-то сверхурочек ничего нет у вас, да? Нет И рабочий день ненормированный Да, задерживаемся на работе У нас рабочий день до 5 Задерживаемся на работе где-то и до 6, и до 7, и до полуосьмого задерживаемся И это даже не оплачивается у нас Даже с Ивановскими разница Вот Ивановская организация одна В Ивановске столько платит, нам на 10 тысяч меньше Ну и больше, может даже и меньше Вот с Ивановскими одна организация у нас в Иванове платит больше, чем на Вутскими Это уже назначено Объекты одни и те же делаете, грубо говоря Ивановские приезжают даже к нам работать Так как работы там нету Ясно Ясно, а сегодня руководство приедет там, как думаете? То есть деньги-то они вам не привезут, да? Не знаем Мы с утра как уехали, утром собрали собрание Пришел начальник Мы ему высказали, что денег нет, есть нечего туда-сюда Он говорит, поработайте сегодня, я решу все До завтрашнего дня Вроде Что начальство там скажет, я решить не могу Вот уехали на дорогу Мастеру позвонили, сказали к 4 часам на базу всем приехать А что там будет, что мы сами не знаем Кто приедет, чего приедет Вот сегодня 20 июня Вам должны быть Нет, 20-го часть 21-го 21-го Вы должны были получить уже 15-го Да, где-то С 13-го числа до 15-го у них перечисление должно быть А у нас день города Вот до дня города, если не дадут И что, мы как на день города по ним гулять надо? На что? Детей надо везти тоже как-то, не только ездить Ну вот мы единственное хотели, что присутствовали Кто-то на собрании у нас с вас Журналистов Что все было по закону Все было, блядь Закон Ну по закону, короче Все А представьтесь, пожалуйста, вот так по очереди Начинаешь И ты же записал у меня там все Александр Николай И вам А в прокуратуру куда-то не обращались? Еще пока не обращались А профсоюзов у вас нет, да? Мы хотим все по-хорошему, что все было, но не получается никак Туда тоже не обращались в профсоюз А у вас в организации есть кто-то представитель профсоюза? Нет, в Иванове они Только в Иванове, да? У вас нет, да? А у вас, Николай, сейчас с собой договора нет? У нас и в наличии нет Пообещали, а выдать не выдали народ То есть вы, грубо говоря, и условия пока не знаете работу своей, да? Нет, даже не нам, за что работаем Сколько посчитать нужным, столько тебе заплатят Да И сколько посчитать нужным, столько и работать будете, да? Да, вот так вот у них такая вот политика Видно Вот вы сейчас поедете мимо, вот там трал стоит Машина трал, остановитесь с ними тоже, переговорите, ребят Вы поедете мимо по этому поводу, хорошо? Да Ну все, если может и нам что-то там не верить или что? Да, ну что А вечером мы не знаем, что как быть Вот не знаем, что там будет, куда нас вызывают Там кто приедет, что нам скажут, не знаю Но денег в канал все хорошо Ясно, ясно Мысли какие у вас по этому поводу? У нас какие мысли у нас? Какие мысли? Надо семи кормить Какие мысли? Самим есть чего-то Детей надо воспитывать А какие у нас мысли-то? Одни Мы понимаем, что в стране не тяжело Что санкции на нас Ну, санкции-то для кого-то санкции Кто-то терпит действительно, а кто-то нет Зарплаты, вы извините, у них больше, чем у нас У начальства руководства Они могут и потерпеть А у нас не получается Спасибо Спасибо